Я стою сейчас около здания школы, а это значит, что сегодняшнее видео будет как раз про американское среднее образование. Расскажу про то, кто может учиться в школе, как устроить ребенка, какие документы необходимы, что нужно привезти с собой в США при переезде из своей родной страны. Но для начала давайте разберемся, какие бывают школы. И снова здрасте! Вы смотрите канал Одноэтажная Америка. Меня зовут Маша, у меня трое детей разного возраста. А это значит, что тема образования очень близка мне. Все школы США похожи друг на друга, но при этом это не под копирку построенное и раскрашенное трех-четырехэтажное здание. Школа может быть такой, 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 да любой. Как правило, это одноэтажное, реже двухэтажное здание, расположенное на большой территории земли с множеством различных площадок, спортивных, внимание, детских, классических детских с качелями и горками. И в школах полностью отсутствуют коридоры. Так, стоит оговориться, что мы живем в Калифорнии в теплом климате, мои дети учатся здесь. Возможно, в северных штатах будет по-другому. Но у нас в школах вход во все классы прямо с улицы. И, внимание, счастье калифорнийских детей, которые они, я думаю, не ценят. Они не носят сменную обувь. Но мы-то с вами знаем, что такое мешки со сменкой, особенно в осенне-зимний период. С какого возраста дети идут в школу? Вот здесь многие наши соотечественники нередко совершают ошибку, дожидаясь возраста 7 лет. Не делайте этого. Я помню из американских фильмов, как они там учатся в 12 классе. Еще думала, ого, это во сколько лет они выпускаются из школы? Уже тетеньками и дяденьками? Да, здесь действительно 12 классов. Но учатся дети в школе 13 лет, а иногда и больше. Испугались? Объясню. Здесь школы делятся по возрастному признаку на три вида. Elementary school – начальная школа, middle school – средняя школа и high – старшая школа. То есть это три разных школы, которые ребенок меняет в течение своего обучения. Может, конечно, и чаще в связи с переездом или желанием родителей отдать в другую школу с лучшими отзывами и более высоким рейтингом. Но здесь нет такого «я учился в одной школе с первого и до последнего класса». Чисто физически это невозможно. И атмосфера в этих школах будет сильно отличаться. Как и подход учителей к образованию и общению с детьми в начальной и старшей школе будет, ну, очень-очень разным. Давайте начнем с конца. В high school уже довольно подросшие дети учатся четыре года с девятого по двенадцатый класс. В middle они проводят три года с шестого по восьмой классы. А вот в elementary school они тусят довольно долго. Кстати, это слово как никакое подходит для американской начальной школы. Потому что первые школьные годы у детей здесь проходят налегке, в игровой форме. Но про elementary school снимем отдельный очень подробный ролик. А сегодня остановимся на общих организационных моментах. В начальной школе дети учатся с первой по пятый класс. Да, вы не ослышались, пятый класс, ничего, началка. Но если учесть то, что первый класс ребенок идет в шесть лет, то выпускаются из elementary в привычном нам возрасте. Причем вы не можете отдать ребенка на год позже или раньше. Конечно, можете, если у вас есть определенные веские причины. Но, как правило, ребенок идет в первый класс, если ему к началу учебного года исполнилось шесть лет. У моей младшей дочери день рождения в декабре, то есть к ее первому классу почти семь лет. Она не может пойти в школу в пять лет и девять месяцев. Поэтому вместе учатся те, кому шесть и один, а также шесть и десять месяцев. Но это не первый год обучения в школе. Все начинается в так называемом подготовительном классе киндергартен. Туда отдают детей в пять лет по той же схеме. И есть еще пресс-кул, куда ходят дети от трех до пяти лет. Но это все нюансы начальной школы, которым действительно стоит посвятить отдельный выпуск. А сейчас давайте все же будем устраивать наших детей в школы. Сразу скажу, кто бы вы ни были в Америке, в каком бы статусе ни находились, по какой бы визе вы тут не работали или даже отдыхали, ваш ребенок имеет право учиться в американской школе. В обычной и даже необычной продвинутой бесплатной школе США. Тут быстро остановлюсь, что школы есть частные, довольно дорогое удовольствие, порой оправданное, а порой нет. Цены на обучение начинаются от двух тысяч долларов в месяц и почти до бесконечности. Есть государственные, совсем бесплатные школы, чартерные, школы для одаренных, продвинутых детей, магнит-скул. Есть еще разные классификации, но сегодня мы разберемся с государственными школами. Зовутся они здесь паблик-скул. Записать в школу вы можете абсолютно любого ребенка. Но есть некоторые обязательные условия. Во всех школах требуют ваше ID, свидетельство о рождении ребенка, подтверждение адреса проживания и свидетельство о прививках, как правило, обязательно в демократических штатах. Давайте разбирать. ID – это ваше удостоверение личности, любой документ государственного образца с вашей фотографией. Причем, если у вас по каким-то причинам нет такого американского документа, то подойдет и иностранный, например, загранпаспорт, водительское удостоверение вашей страны. Главное условие – чтобы ваше имя и фамилия были написаны латиницей. Свидетельство о рождении ребенка. Если он рожден не в США, и этот документ не на английском языке, то с вас – оригинал плюс переведенная и заверенная копия. Причем заверять у нотариуса, вопреки многим додумкам, не нужно. Российский нотариус и его подпись, я думаю, что то же самое и с другими нотариусами постсоветских стран. В США вообще не имеют никакого веса. На переводе любого документа, для любых целей, не только для школы, здесь достаточно сшитой копии и перевода, на котором стоит печать и подпись переводчика. На наших документах переводчик еще указал свою лицензию и контакты. Переводы мы делали еще в Москве. Подтверждение адреса проживания. Что это такое и для чего это нужно? Вы можете отдать ребенка не в любую школу. И даже не в одну из нескольких в вашем районе, а в одну конкретную, которая относится к вам по адресу. Поэтому многие родители, выбирая квартиру или дом, смотрят на уровень школы, относящийся к этому адресу. И зачастую у школ с хорошим рейтингом дома продаются, сдается быстрее и по более высоким ценам. Перед нашим переездом я много слышала следующее. При выборе жилья смотрите на зип-код, то есть индекс. И есть ли там школы с высоким рейтингом. Но все не так. На практике оказалось, что по одному и тому же зип-коду может находиться школа с рейтингом 9 из 10. И тут же через дорогу другая 2 из 10. Ваш дом и обе эти школы имеют один и тот же индекс. Вы уже думаете, ага, я поведу в ту самую 9-бальную школу. Вы приходите с документами, а вам дают распечатку с официального сайта. Назовем его на наш манер департамент образования, где указано, что как раз ваш дом относится именно к той 2-бальной школе. И ваше удивление может быть еще больше, когда 9-бальная школа реально оказывается ближе к вашему дому. Поэтому запомните, не зип-код определяет вашу школу, а конкретный адрес. Так вот, вы должны предоставить свое подтверждение адреса, что будет гарантом для сотрудников, что вы соответствуете требованиям. Это могут быть документы на собственность в случае, если вы приобрели собственное жилье, договор аренды, если вы снимаете квартиру или дом. А также бывают случаи, когда люди первое время живут у родственников, знакомых или по каким-то еще другим причинам не могут предоставить вышеупомянутые документы на свое имя. В таких ситуациях подтверждением адреса могут выступать документы на коммунальные услуги. Например, договоры, счета за электричество, воду, газ, вывоз мусора, выставленные на ваше имя на этот адрес. Иногда даже могут подойти счета за интернет и мобильный телефон, но далеко не везде. А также могут принять письма из различных государственных служб, где на конверте будет ваше имя и адрес. Опять же, не каждая школа примет такие косвенные подтверждения вашего места жительства. Но имейте в виду, что такие варианты есть. Вот мы и добрались до прививок. В Калифорнии вы не сможете посещать школу, если у ребенка нет вакцин. Так что антипрививочники тщательно выбираем штат еще до переезда и изучаем, насколько лояльны в нем в этом вопросе. Но, если вы делали все детские прививки по графику, то нужно предоставить информацию об этом. Делается это следующим образом. В своей поликлинике или у медсестры в школе вы берете документ о прививках. Это может быть прививочный сертификат или любая другая форма, где перечислено, какие вакцины в каком возрасте вводили вашему ребенку, а также его данные, печать и подпись врача. Эту бумагу вы переводите и заверяете таким же образом, как и свидетельство о рождении, и везете его с собой в Штаты. А здесь вы уже идете в свою поликлинику. Кстати, о местной медицине, врачах и как выбрать поликлинику расскажу в отдельном видео. Это тоже немаловажный пункт об устройстве здесь. Так что проверьте, подписаны ли вы на канал, нажать ли значок колокольчика, чтобы вы не пропустили новые выпуски. Так вот, педиатру вы передаете свой документ о прививках с переводом, там все сверяют и выдают вам информацию о недостающих прививках. Если вы из России и делали все по графику, то вам будет недоставать максимум 1-2 прививки, а то может быть и вообще не надо будет делать. Это зависит от возраста, в котором переехал ваш ребенок. Календари прививок России и США очень схожи, разве что чуть сдвинуты сроки, то есть чуть разный возраст для ведения конкретной прививки. И именно за счет этого будут небольшие расхождения. Я рекомендую заранее, до переезда выяснить у врача и постепенно доставить недостающие прививки. В России стараются соблюдать сроки между прививками, минимизируя таким образом осложнений и побочные эффекты. В Америке же ставят сразу всю партию недостающих, что меня, если честно, пугает. Хотя многие уверяют, что в США вакцины намного лучше и качественнее, но это не точно. Знаю людей, кому ставили сразу 6 прививок в один день и вроде ничего, но я против этого относительно своих детей. Хотя это лично мое мнение, я не специалист в этом вопросе. Отдельным пунктом хочется выделить ветрянку. В Калифорнии к ней прям неравнодушны. Здесь любят ставить прививки от ветряной оспы. И рассказывая о том, что ваш ребенок уже переболел, никого не интересует. Если это так, вашим спасением будет справка от врача или выписка из медицинской карты, опять же переведенная на английский язык. Но даже в таком случае чаще всего требуют свежий анализ крови на антитела к ветрянке. И если они их не обнаружат, то и без этой вакцины к школе, увы, не допустим. Как только вы переезжаете из другой страны и устраиваете ребенка в первую свою школу в США, то часто просят полный осмотр от американского врача, где проверяют основные параметры. Взвешивают, измеряют, проверяют зрение, осматривают, берут основные анализы, спрашивают все о здоровье. Когда мы переводили детей в другие школы, такого осмотра не понадобилось. В школу детей вы устроили. Теперь вам надо усвоить, что одна из самых серьезных проблем, которая может возникнуть, это опоздание. Здесь все уроки расписаны по минутам. Да что там говорить уроки, даже родительские собрания проходят четко. Вы всегда знаете, с каким педагогом будет общение в каждые пять минут. И с точностью до двух минут известно, во сколько закончится встреча учителей с родителями. Но это тоже тема для другого ролика. А пока усвойте, что пропуски школы и опоздание в нее здесь считается большим злом. Поэтому, если вы только переехали и устраиваетесь на новом месте, у вас остались нерешенные дела, не оформленные какие-то документы, где нужно присутствие ребенка, лучше сразу не спешите в школу. Подождите несколько дней или может даже неделю-две. Потому как после того, как вас зачислят, вы уже в этой образовательной системе. Если ваш ребенок прогуляет или опоздает хотя бы на 30 секунд, вам будут уже звонить, писать и отмечать эти пропуски в личном деле. Дисциплина здесь превыше всего. Вообще, здесь очень любят писать и звонить родителям по любым вопросам. А также часто звонят автоответчики, предупреждая о каких-либо событиях, мероприятиях. Итак, в совершении скажу, что в школу вы можете устроить ребенка в абсолютно любое время учебного года. Хоть за неделю до его окончания. Кстати, имейте в виду, что начинается учебный год в середине августа, а заканчивается в середине июня. Но есть длинные новогодние каникулы. Про школы я могу рассказывать много и долго. Поэтому будут еще другие ролики про обучение в США и адаптацию детей. Про то, как учатся дети, не владеющие свободно английским. Задавайте свои вопросы. Что хотелось бы узнать об американском образовании? Или может быть про конкретные школы? Начальную, среднюю, старшую? На основании ваших интересов будут сформированы следующие выпуски. Нравится? Лайк! Нет? Напишите, что не так. Спасибо за внимание. Пока!